МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вечерний разговор» ведущей программы Станислава Выжга. Цель жизни человека – вещь обязательная. Она организует нашу жизнь, помогает выбрать необходимые ресурсы, установить необходимые отношения с людьми. Главное, позволяет проверить то, что мы делаем хорошо, и даже, возможно, изменить к лучшему то, что сделано уже. Умение идти к цели и добиваться характеризует сегодняшнего гостя нашего вечернего разговора. С удовольствием представлю Игорь Крапивко. Вы – директор группы компании «Арвента» и также президент клуба деловых людей «Тимпул». Маленький, короткий первый вопрос – это то, что Вы и бизнесмен, и возглавляете, будем говорить, такое деловое сообщество. А оно вытекает одно из другого? Или это такая необходимость? Сказать, что это только необходимость, наверное, нельзя. Хотя необходимость в основе всего сказанного. Вот, скажем так, сегодня то, что я представляю клуб деловых людей «Тимпул», потому что президент, председатель, лимбодистат – это представитель. Вот у нас часто говорят «президент», «президент». Мало задумывается, что это просто представитель тех людей, которых в данном случае представляет. Представляю я. Для меня это уже эмоционально, личностно окрашенное представительство. То есть я очень не просто уважаю, а люблю тех людей, кого я представляю. Поэтому это больше, чем необходимость. Это уже, наверное, стиль жизни. Стал отстаивать своих коллег, отстаивать своих друзей, потому что мы там все уже давно друзья клубу «17 лет Юра» и «19 лет Де Факто». В следующем году будем праздновать «20 лет Де Факто». И, естественно, мы там все друзья, все единомышленники, соратники по общему делу. Я помню, особенно в 90-е годы звучало такое выражение, что дружба, основанная на общем деле, сильнее, чем дело, основанное на общей дружбе. Это так? Я думаю, что здесь на самом деле конвергенция происходит, потому что все такие утверждения, может быть, отчасти правильными, но они, в общем-то, стереть их, штамп восприятия. А жизнь же она не штампованная, она очень много сюрпризов все время преподносит. И относиться к ней нужно очень флексибельно, гибко. И я хочу так сказать, что и дружба часто рождает общее дело, и общее дело у людей, которые делают его добросовестно, порядочно, честно, рождают хорошие дружеские отношения. Главное не спекулировать во время бизнеса на дружбе, а дружить по-настоящему, чтобы бизнес никогда не заслонял дружбу. Слоган группы «Арвента» гласит «Наше слово и дело железное». Если не ошибаюсь, ничего не изменилось? Да, это наш слоган много-много лет. Действительно, это так. Мы хотели отразить незыблемость наших устоев, то, что мы отвечаем за сделанное нами, даже за сказанное слово. Ну и, конечно, это отражает и стиль ведения бизнеса, и то направление бизнеса, которое мы когда-то выбрали, как основное для себя. Хотя сегодня наш бизнес уже не исчерпывается, только работая с металлом, со сталью. Но вот здесь явное пересечение с библейским словосочетанием «слово и дело», которое было вынесено в лозунг существовавших когда-то в Древней Руси опричников. А опричники, я так понимаю, если верить истории, люди, близкие к власти, обслуживающие власть. Вот ваш бизнес, можно назвать таким, если проследить эту цепочку моих умозаключений про властные? Ну, мы, слава Богу, никогда власть не обслуживали. Может быть, скажем так, были времена, когда мы были более близки к власти, чем впоследствии сейчас. Мы надеялись, что те люди, которые пришли во власть, в том числе благодаря клубу «Тимпул», смогут переломить ситуацию к лучшему. Но, к сожалению, не случилось в должной степени, в должной форме. Я сожалею об этом до сих пор, что не смогли себя реализовать эти люди, не смогли мы себя реализовать, потому что мы не смогли их наставить на путь истины, помочь им, вдохновить их, а может быть, где-то даже и не смогли достаточно прессовать их. И в итоге, где словом, а где, может быть, и прессингом, настойчивыми требованиями, да, делом в итоге пойти по правильному пути, в итоге пострадали все. И страна, и эти люди, и мы тоже. Но уже, как историк в прошлой жизни, я не позволяю себе как-то фрустрировать на эту тему, сильно переживать, потому что история не терпится слагательных наклонений. Что случилось, то случилось. Это уже история. Поэтому сегодня мы нацелены, конечно, на конструктивный диалог с властью, но ни в коем случае не на обслуживание. Ну, если говорить о власти и бизнесе, вот диалог власти и бизнеса, вот сегодня, как он складывается? Можно, конечно, обобщить, но было бы интересно, вот и на вашем примере. Насколько власть может быть в этом диалоге равным партнером и, в общем-то, перспективным для бизнеса общества? Ну, будем, как и должно быть, перед лицом правды, надо всегда стараться соответствовать этой ситуации. Будем говорить правду так, как она есть, какой бы она ни казалась кому-то неприятной. Правда в том, что диалога нет, к сожалению. Сегодня есть ширма в виде трехсторонней комиссии правительства Патронат профсоюза. Ширма даже уже, по сути, сгнила. Нет сегодня нормального социального диалога с властью у бизнеса, к сожалению. И для власти, и для бизнеса, и для всего общества. Отсутствие этого диалога и порождает те проблемы, которые есть в нашем обществе, потому что бизнес – это авангард общества, он идет впереди. К сожалению, это в нашем обществе еще пока слабо понимается, в силу того, что сам бизнес у нас еще пока, скажем так, не дозрел до своей исторической миссии. Но он вырос из дикого такого периода своего… Он подрос, безусловно. То есть нельзя уже говорить, что совсем он никакой. Вот, конечно, бизнес подрос, он окреп. У него появилась уже ассоциированная часть бизнеса. Появились те бизнесмены, группы компаний, ассоциации бизнесов, которые работают легально и которые хотят работать легально. К сожалению, пока таких меньшинство. Вот, может быть, в силу этого… Нет желания выйти из тени или в тени похода. Может быть, в силу этого бизнес пока и не занял свое должное место, и не выполняет свои роли до конца в обществе. Бизнес и сам тоже виноват в том, что происходит с ним. Но, с другой стороны, ведь роль власти заключается в том, чтобы культивировать лучшее, а не худшее вообще во всем обществе, в том числе и в бизнесе, пока и власть свои роли не выполняет. Вот, она не культивирует лучшее, к сожалению. Но культивация лучшего, в данном случае, как роль власти, что это? Это выработка защитных каких-то рефлексов власти? Давайте, чтобы из кериатизирования вывести на практическую почву. Раз мы говорим о бизнесе, мы люди практические, практичные. И, соответственно, будем говорить о практике, иначе утомим наших зрителей кериатизированием. Вот смотрите, на примере налогобюджетной политики. Что значит, скажем, конструктивная, лидерская роль власти, когда она не просто навязывает свою позицию бизнесу, а выслушивает бизнес. Из чаяния бизнеса формирует, формулирует общие задачи. Подтягивает бизнес под решение общих задач. Вот, не так вот, когда мы предлагаем разумные вещи из практики, а сейчас уже мы имеем и научные исследования, семь препятствий развития бизнеса в Молдове, которые провела Национальная конфедерация патернатов Республики Молдова, вместе с консалтиговой компанией «Эксперт Групп» при поддержке Всемирной организации труда. Мы использовали исследование Мирового банка. У нас уже есть такой документ, который подвел основание, доказательную базу, аргументацию под наши предложения. Уже так просто отмахнуться от того, что мы предлагаем, будет сложно власти. А что предлагается? Вот в той же налогобюджетной политике мы предлагаем все-таки задать экономику стимулов, а не экономику налоговой продразверстки. Мы предлагаем заинтересовать бизнес, соблюдать законы и платить налоги. Для этого нужно, естественно, не просто навязать позицию. Давайте сегодня будем еще в большей степени обдирать легальный бизнес, потому что нелегальный не платит. Смотрите, сегодня налоговое бремя, там 38-39% от ВВП, как говорит власть, вроде как немного. И нам приводят пример в других странах, и приводят там Германию, и другие страны Евросоюза. Там больше налоговое бремя. Но, во-первых, там другой экономический пирог, с которого не так болезненно, как с нашего, взимать даже те же 36-38% общего, как говорит власть, повара-фискала, то есть общего налогового бремени. Но посмотрите, что наш бизнесмен молдавский легально платит еще за двух, которые работают в нелегальном бизнесе. Почему они не платят? Почему власть позволяет рядом существовать легальному бизнесу, и рядом еще вдвойне нелегальному? Значит, это выгодно? Я хотел сказать, что, например, это говорит о том, что есть какая-то заинтересованность одних и других. Да, давайте говорить откровенно. Значит, есть заинтересованность в том, чтобы был нелегальный бизнес и превосходил по силе и мощи, своей экономической мощи, легальный бизнес. Ведь когда бизнесмен бесправен, вот он нелегально работает, что он, может что-то сказать власти? Он может заявить о своих правах открыто, публично, если он, конечно, не олигарх. Если это мелкий бизнесмен или средний бизнесмен, малый бизнесмен, ничего не может противопоставить власти. Конечно, такой нелегальный или полулегальный бизнесмен, он более выгоден власти, чем тот бизнесмен, который открыто смотрит в глаза, который может заявить о своих правах, который знает законы, который умеет защищаться. А если такой и не один бизнесмен? А их, допустим, 30, как в клубе «Тимпл». Или, скажем так, больше тысячи, как в Национальной конфедерации патронатов республики Молдовы. А если их будет 10 тысяч или 100 тысяч, вдруг вот раз и страна поменяется. Тогда уже не так будет легко, скажем, разделять и властвовать, рассказывать сказки и делать совершенно другие вещи и монкировать этим несчастным народом. Ну вот то деловое сообщество, которое, в общем-то, существует сейчас на поле легального бизнеса, которое, в общем-то, вырабатывает свою бизнес-политику на фоне тех правил игры, которые сегодня существуют, оно располагает какими-то средствами защиты для того, чтобы сохранить себя и в то же время воздействовать на власть для того, чтобы изменить ситуацию. Понимаете, ведь надо рассматривать как средство защиты вот само существование нелегального бизнеса. Понимаете, это тоже средство защиты от вседозволенности власти, от ее попыток все подмять под себя. От вот этой налоговой разверстки, если говорим о налоговой политике. Так называемой налоговой политике. Потому что то, что сейчас называется налоговой политикой, по существу является политиканством, а не политикой. Политикой может называться то, что учитывает интересы не только власти, но и интересы всего народа, всей страны, всего общества. Вот это политика. А когда учитываются интересы одной стороны и совершенно игнорируются интересы других сторон, это политиканство. Сегодня нелегальный бизнес, я отношусь к нему однозначно отрицательно, но я говорю, откуда это явление. Это попытка части бизнеса вот такими неправильными методами, неправильными, нецивилизованными методами себя защитить и выйти из-под контроля власти. — Скажите, сегодняшний облик нашей страны, бизнес-климат, можно ли назвать, что климат инвестиционный в нашей стране привлекательный? То есть являемся ли мы раем для инвестиций? — Ну это понятно уже, ответ на вопрос, к сожалению, нет. Если бы мы были раем для инвестиций, мы бы жили совершенно по-другому. — В чем корень зла? Еще раз хочу сказать. Корень зла, конечно, в том, что в нашем менталитете, прежде всего. Был бы легкий ответ в контексте нашего разговора, сказать, вот власть – корень зла. И таким образом я сам бы проявил такой дремучий, нецивилизованный менталитет, потому что на самом деле мы все одно общее. Мы одно общество. Власть тоже часть общества. Вот только это та часть, которая должна правильно относиться к обществу, оно должно лидировать, должно возглавить общество к движению к лучшему, а не к худшему. Поэтому все-таки власть отвечает первое, потому что раз назвались властью, так будьте добры исполнять те задачи, которые классическая власть должна выполнять в обществе. Ведите к лучшему, а не к худшему. Мотивируйте людей к лучшему, тех же бизнесменов к оплате налогов. Создайте системы, такие системы создайте, которые бы стимулировали. Невозможно поставить возле каждого налогоплательщика по налоговому инспектору, да еще и из вооруженной налоговой полиции. Это нереально. Создайте экономику стимулов, чтобы бизнесу было выгодно работать легально. Тем более, уже появилось довольно большое количество, условно говоря, 20-30% от всего бизнеса в Молдове, которые не только хотят, но и могут работать легально. К ним надо присоединять все новых и новых бизнесменов и вытягивать из нелегального бизнеса, для того, чтобы 80-90%, 95%, я далек от идеализма, чтобы это будет 100%, но хотя бы, чтобы 90% бизнесменов платили налоги. Поверьте мне, мы будем собирать еще два бюджета. И хватит на пенсионеров, и на бюджетников, и на дороги, и на здравоохранение. Вот как создать эту систему? Вот как раз на этот вопрос и ответит 12 ноября текущего года бизнес-форум, конгресс деловых людей Республики Молдова, на которые с удовольствием приглашаю всех предпринимателей, кто еще не получил пригласительные, могут обращаться в Национальную конфедерацию патронатов Республики Молдова. Там, естественно, надо будет попасть в список и записаться, и получить приглашение на бизнес-форум, где мы будем обсуждать все эти проблемы. И самое главное, пути, как преодолеть препятствия для развития бизнеса в Молдове. Ну, если приоткрыть занавес того, что будет происходить в Конгрессе, допустим, вы будете ждать предложения, или же уже есть целый ряд предложений, которые деловому сообществу придется освоить? Ну, я сказал, что мы провели исследование серьезное, которое так называемое, «Семь препятствий на пути развития бизнеса в Республике Молдова». Мы будем исходить из этого исследования, как из доказательной базы. Естественно, как практики, как эмпирики, мы уже знаем, что надо делать, потому что мы каждый день в бизнесе сталкиваемся с проблемами страны в целом, только в миниатюре, может быть, на примере наших предприятий, групп компаний. Но сегодня мы уже посмотрели и подвели научную базу под свои предложения. Естественно, что Национальная конфедерация патроната и Клуб Тимпул в том числе, мы будем выдвигать определенные предложения на бизнес-форуме. Они будут конструктивными, безусловно. Мы ни с кем не хотим конфликтовать, не хотим никакой конфронтации. Бизнес, он по определению конструктивен, потому что мы люди дела. И хотим не брызги шампанского или салюты какие-нибудь, да, не какие-то политические заявления громкие, а мы хотим делать дело. Если бы нам давали дело-дело легально, не дергали бы нас мелкими, мелочными проверками, всякими, так сказать, попытками доением, сдоимствой и так далее, а дали нам возможность нормально, спокойно, легально работать, создали бы эффективную налоговую систему, которая бы равномерно налогооблагала всех и была бы необременительной, мы бы никакие конгрессы не проводили, мы бы занимались бизнесом и развивали бы свой бизнес, давали бы людям рабочие места и платили бы более высокую зарплату, чем мы в состоянии сегодня платить. И люди были бы довольны. Поэтому конгресс – это вынужденная мера, именно потому что власть не решает тех задач, которые должна решать. Она, наоборот, сдерживает развитие сегодня бизнеса в Молдове. Мы будем предлагать конструктивно, конструктивно, взвешенно, спокойно, обдуманно, квалифицированно, грамотно будем предлагать, как же все-таки преодолеть эти препятствия. Это что, будет некий такой теневой кабинет министров или теневой экономический совет? Пока мы о таких мерах воздействия еще не хотим говорить, не сказать, что мы об этом не думаем. Думать, безусловно, мы думаем. И превентивные меры какие-то выстраиваем, что в случае, если власть не пойдет на наши конструктивные предложения в очередной раз, естественно, нам придется идти на какие-то более серьезные меры, чем просто проведение конгрессов. Но прежде всего мы надеемся, что власть все-таки проявит интерес, во-первых, к нам. Мы знаем, что господин премьер-министр, господин Лянко дал уже согласие быть на конгрессе. Мы рассчитываем на его заинтересованное внимание, что он все-таки вникнет в проблемы экономики, потому что в этих проблемах коренятся все остальные проблемы и в сфере науки, и в сфере образования, и в сфере культуры, и неразвитости инфраструктуры, и обездольности наших стариков-пенсионеров. И все остальные, не буду перечислять, все мы знаем прекрасно проблемы нашей страны, нашего общества, но они коренятся в экономике. Не решив проблемы экономики, мы даже шанса не имеем решить все остальные проблемы. Ну вот 20-летний опыт предпринимательства, который лежит за вашей спиной, за спиной ваших коллег и всей компании «Арвента». Тот самый эмпирический путь, проб и ошибок, наверняка, которые происходили в истории развития компании, практически привел к тому, что сегодня вы вынуждены, создав этот труд, семь препятствий на пути бизнеса, подарить новой генерации, новому поколению бизнесменов такой безошибочный путь развития в дальнейшем. Так? Правильно понял? Ну, скажем так, от ошибок вообще никто не застрахован. Даже проведя какое-то, сказать, определенное исследование, подстраховавшись им, все равно ошибки могут быть, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вопрос в том, что не должны быть только одни ошибки. То есть положительных, правильных решений должно быть по определению значительно больше, значительный перевес над ошибками. Хотя от ошибок мы и сейчас не застрахованы. Но то, что мы предлагаем, это хорошо выверенные, апробированные меры. Другой вопрос, что нас даже слушать не хотят. И слышать не хотят. Вот последняя инновация. Нам предъявили в конце, во второй половине сентября, документ, власть предъявила, правительство, значит, налогово-бюджетная и таможенная политика на 2014 год. Начнем с того, что документ должен был появиться в июне. И мы должны были иметь хотя бы 3-4 месяца на серьезную проработку документа. А у нас было, ну, в лучшем случае, 2-3 недели, а не 3-4 месяца. Значит, мы обработали, мобилизовали силы, обработали документ, выдвинули предложение. Значит, вот в частности, говорю о предложениях клуба Тимпу. Из полутора-двух десятков наших предложений Министерства финансов не приняло ни одного. Ни одного. Причем, как мы считаем, без достаточной аргументации. Назвать это можно нормальным диалогом? Какая-то аргументация встречная с их стороны была? Отъяснение, почему эти шаги им не интересны? Скажем так, была формальная аргументация. Формальная. Не по существу. Понимаете? То есть, в данном случае, получается, те предложения, которые вы предлагаете, высказываете, к Кабинету министров идет в разрез общей политики или общему движению? Понимаете, ведь многие вопросы, они коренятся в концептуальных вещах. Все остальное, вот уже это вопросы частности. Хотя детали частности тоже очень важны, потому что, не предусмотрев всех деталей, мало что может работать эффективно. Но все-таки основное начинается с концептуальных подходов. Если концептуальный подход наших налоговых органов, в том числе и в целом министерства финансов и налоговых органов, в том числе и в том, чтобы, как старые притчи, да, как в советское время, там, корову нужно было не мыть, не халить, не кормить, вот, а только там ее держать, грязной бить и доить, вот, чтобы она давала больше молока, то, значит, это неправильный концепт. Бизнес не надо доить. Бизнесу надо создавать оптимальные условия для развития, для того, чтобы он, наоборот, больше создавал добавленной стоимости, добавленного продукта на территории Молдовы, не скрывал его, не вывозил его, вот, легализовывал его. Бизнесу, наоборот, нужно создать заинтересованность и работать легально, для того, чтобы бизнес мог масштабировать себя, чтобы он не обрабатывал там капиталы в, там, 100 тысяч евро или в миллион евро, или 10 тысяч евро, а чтобы он вышел на уровень международного бизнеса, чтобы он работал с уровнем, там, в 10 миллионов евро, 100 миллионов евро, в миллиард евро, и чтобы мы могли не вот здесь бороться друг с другом на внутреннем рынке, да, а выйти могли совместно на внешний рынок, чтобы мы смогли создавать такие продукты, такую продукцию, которая была бы там конкурентоспособна, такие услуги продвигать на экспорт, которые были бы конкурентоспособны. Вот здесь роль власти важна. Мы с вами говорили о том, ну, почти подошли к роли правительства в поддержании инвестиционного климата, и я, исходя из того, что было сказано вами, понятно, что инвестиционный климат далек от желаемого. Какие могли бы быть механизмы, использованные, допустим, в той же власти для защиты инвестиций, и для того, чтобы наша страна стала страной привлекательной для иностранных инвесторов, в общем-то, я понимаю, ну, инвестиции – это деньги, а деньги – это кровь бизнеса. Первое, власть должна слушать очень внимательно, что мы предлагаем. Вот. Мы действуем в интересах страны, потому что мы здесь живем, мы здесь работаем, мы вложили очень много, не только денег, но и сил, свою жизнь вложили в том, чтобы этот бизнес у нас в Молдове развивался. Мы настоящие патриоты, а не квасные, которые выходят и бьют себя пяткой в грудь, что они патриоты. Наш патриотизм заключается в том, что мы не удрали отсюда, работаем здесь, как бы тяжело не было. Поэтому слушать нас надо все-таки, и другого пути нет. Я не говорю, что все, что мы предлагаем, это правильно. Давайте обсуждать, давайте спорить, давайте находить правильные решения. Но в том-то и дело, что власть этого не делает и не хочет делать конструктивно. То есть отсутствует диалог между властью и бизнесом? Первое, должен быть диалог, тогда будет и бизнес-климат. Если будет диалог, должно быть взаимное уважение между бизнесом и правительством, между бизнесом и властью. Только взаимное уважение, открытый диалог создаст именно тот климат, который нам необходим. Возможно, мы не сразу все поменяем. И местные бизнесмены, и иностранные не понимают, что сразу не бывает изменений к лучшему. Но если будет открытость, будет взаимное уважение, будет выслушивание партнера, то есть будет качественный диалог, невидимость диалога, как сейчас, а качественный диалог, это уже создаст, по крайней мере, психологическую часть инвестиционного климата, который позволит потом появиться и физической части, в виде развитой инфраструктуры, в виде качественно работающих законов, в виде эффективных государственных служащих, эффективной государственной технологии управления. Все это появится после того, как появится психологическая часть. Сначала контакт, взаимопонимание, потом совместные усилия, направленные на развитие страны. Вы говорили о ментальной составляющей вот этих проблем, которые мешают двигаться вперед. Говорили о том, что ментальность нынешней власти мешает взглянуть на бизнес, как на партнеров. В чем еще, в общем-то, наша с вами ментальность мешает нам развивать себя, свою страну, бизнес, и развивать диалог в том числе? Это, прежде всего, у всех так, у каждого на своем личностном уровне и у разных социальных групп на их социально-психологическом уровне. Это наш общий бич потребительское отношение. То есть, мы ждем, что кто-то должен прийти и за нас сделать. Вот даже сейчас в организации Конгресса есть люди, которые действительно стремятся к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Да, они вот сегодня во времени и пространстве сконцентрировались в Национальной конфедерации Республики Молдова в клубе «Тимпул». Есть бизнес-ассоциации, с которыми мы относимся с большим уважением, которые не входят в Национальную конфедерацию патронатов Республики Молдова. К сожалению, пока не входят, я надеюсь, что пока. И они тоже прилагают серьезные усилия. Но есть часть бизнеса, причем даже легального, который абсолютно взирает на это. Ну, там вы мудохаетесь. Ну, и мудохаетесь дальше. А мы вот тут как сидели в своих индивидуальных окопах, индивидуальных траншеях и отстреливались, так и будем отстреливаться. И надеемся дальше, так сказать, уцелеть. То есть, ведение бизнеса в Молдове это сродни военным каким-то действиям, получается? Ну, я такой термин из военного искусства применил, потому что он наиболее очевиден, выпукло, видно, в чем, собственно, суть вопроса. Вот, что часть бизнеса пытается отсидеться, в то время как другая, все-таки, к сожалению, меньшая, пытается выполнить общие задачи. Не так не получится. То есть, не должно быть потребительского отношения одного бизнеса к другому. То есть, или мы все вместе заявляем открыто о консолидированной позиции легального бизнеса и идем через консолидацию к лучшему будущему, или мы так и будем прозябать в той ситуации, какая есть. Да, ситуация, может быть, и будет там улучшаться. Нельзя сказать, что она во всех направлениях только ухудшается. Есть какие-то улучшения определенные, может быть, менее очевидные, чем ухудшения, для всех, особенно для простого народа, как говорят. Но она будет, надеюсь, в будущем улучшаться. Но медленно так, больше похоже на стагнацию, чем на развитие будет процесс идти. Если не будет консолидации бизнеса, легального бизнеса, если не будет понимания власти, что власть должна помочь легальному бизнесу и увидеть, власть должна в легальном бизнесе своих соратников и партнеров по развитию страны, и тогда вместе власть и бизнес, легальный бизнес, будет потихонечку, потихонечку отвоевывать бизнес-территорию, у нелегального бизнеса. И тогда появятся новые финансовые возможности и у страны, и у правительства, и у легального бизнеса. На самом деле, мы реальные партнеры, какими мы должны быть, а не так, как сегодня происходит на бумаге. К сожалению. У меня складывается впечатление, что именно легальный бизнес добавляет головную боль нынешнему правительству, потому что представлять интересы, кроме как своих, еще и чьи-то, это, наверное, все-таки удел сильных и уверенных в себе людей, которые считают, что они пришли во власть или в этот период жизни не на какое-то время, а, в общем-то, само существование их в этом обличии чиновника уже константа. И тогда ты понимаешь, видишь уверенность в будущем и честен перед самим собой и теми, кого представляешь. А этого сегодня, как мне кажется, не видно. Мы с вами заговорили о диалоге между бизнесом и властью. Я хочу сказать, что, в общем-то, у нас, журналистов, складывается достаточно успешный диалог с рекламодателями. И давайте дадим им возможность себя проявить в нашей рекламной паузе. Реклама в вечернем разговоре. Настоящие ценности побеждают время. Английский чай Ахматти. Ваш безупречный вкус. Нумай на noi и намай на сегодня 530 евро в метр паузе. В новом комплексе Меорица. Локуинты модерны на претс-акцесибил. Дорица фразмаймульт контактаций на номерунде телефон 93030 СОВИЗИТАЦАЙТУЛ МЕОРИЦА.МЕДЕ Эта боль не может длиться вечно. Мазь на основе змеиного яда помогает при боли в мышцах и суставах. ВИПРОСАЛ Жизнь в полный рост. Прочитайте внимательные инструкции. Наша жизнь состоит из тысячи открытий. Однажды мы поймем, что не важно сколько дорог впереди, если нам есть куда вернуться. А вы совершали открытие. ВОРОТА ИРАЛЕТЫ АЛЮТЕХ Тысячи открытий. Официально дистрибьютор Молдовик КАМПАНИЯ ВОЛМАРСКОМ УЛИТА ЗАВАЦКАЯ ДЕМИНОСТА ВОРОТА ИРАЛЬТЕХ ВОРОТА ИРАЛЬТЕХ ВОРОТА ИРАЛЬТЕХ ВОРОТА ИРАЛЬТЕХ КАМПАНИЯ ВОРОТА ИРАЛЬТЕХ Продолжаем наш вечерний разговор с гость программы Игорь Крапивко, представитель клуба деловых людей Тимпл и глава группы компании «РВЕНТЕХ» если правильно все обозначить именно так. Мы с вами говорили о том, как складывается диалог между бизнесом и властью. Говорили о том, что власть скорее глуха, чем открыта к легальному бизнесу, вообще к бизнесу, будем так говорить. Потому что то, что нелегально, назвать бизнесом сложно. Это, наверное, все-таки такая, ну не знаю, это, так сказать, больше похоже на какой-то относительно честный грабеж населения, власти и всех остальных, в общем-то, потому что происходит вымывание денег, будем говорить, черным путем. Но мой вопрос состоит в чем? Вы, наверное, как многие ваши коллеги по бизнесу, начинали свой путь в предпринимательстве, наверняка тоже, наверное, из таких вот простых транзакций, где-то купить, что-то продать, зная, в общем-то, что наша страна такая же площадка потребления, как, в общем-то, и все другие. Но в то же время вы пришли к тому, что необходимо и быть производственной базой чего-то, то есть производить конкретные материальные ценности, будем так говорить, из конкретной вещи. Это необходимость, продиктованная временем, или, может быть, это желание попробовать себя и в этом. Ну, прежде всего, это необходимость. Я скажу больше. Мы там все долго и часто обсуждаем, какова же национальная идея в Молдове. Да, вот часто возвращаются, так сказать, люди науки, культуры, политики, бизнесмены. На эту тему очень много всего было сказано. Вот я не претендую на какую новизну, но я уже говорил в вашей программе, и не боюсь повториться, что если взять экономическую часть национальной идеи, на самом деле, она для нас достаточно проста. Мы мост между Востоком и Западом. Мне очень понравилось, как святейший патриарх Кирилл сказал, что Молдова, молдаване, граждане Молдовы должны осознать свою роль историческую. Они мостик между армейским, как он по-старославянски сказал, ароманским, если по-современному, миром, и славянским миром. Зная большинство населения, оба языка, понимая обе культуры, мы должны здесь свое место занять, под солнцем. Вот там оно наше, наша национальная идея. Если в экономическом плане сформулировать, да, брать, там, допустим, сырье на востоке, производить здесь продукцию, продавать на западе. Брать сырье на востоке, производить здесь продукцию, продавать на востоке. Человек, который держится джином руками, Брать технологии на западе, на востоке, производить здесь продукцию, продавать по всему миру. У нас здесь сегодня, сегодня, вот в данной точке пространства, Господь нам дал такую возможность. Мы пока еще, сейчас доскажу мысль, мы пока имеем эту возможность, но что-то торопимся, куда вот, не всегда надо торопиться, идти каким-то разумным темпом. Мы сразу торопимся к клону кого-то, зачем-то. Подождите, мы свою свободу еще не почувствовали, свою самостоятельность, свою независимость. До конца не реализовали. Не реализовали. Кому мы такие нереализовавшиеся нужны? Кому? Давайте подумаем. И вырастим, наконец, перестанем быть инфантильными, вырастим, и с детства выйдем, и станем взрослыми. Для того, чтобы составить достойную партию в любом сообществе, в любом, нужно быть состоявшимися партнерами. В том числе экономически состоявшимися. А мы состоялись, по-моему, риторический вопрос. Поэтому перед тем, как стремиться куда-либо, в таможенный союз, в ЕвроАЗС, в Европейский союз, еще куда-то, надо состояться как партнеры. Чтобы над нами не смеялись, а чтобы нас воспринимали на равных, как серьезного партнера. Пусть по масштабам меньшего, но который серьезно воспринимает то, что ему говорят. Сам способен серьезные предложения выдвигать. Отвечает за свои слова, за свои действия. Мы, прежде всего, должны экономически состояться и сами себя поднять. Тем более, мы вот так, благодаря Господу Богу, сегодня оказались в ситуации, что для нас открыты движения наших товаров и услуг на Запад и на Восток. Зачем мы сейчас своими руками в очередной раз губим ситуацию, в которой мы достаточно благоприятны, в которой мы оказались. Я имею в виду внешнеторговые режимы. Мы с 1 марта 2008 года участники ATP, асимметрик трейд-преференсенс Европейского союза. У нас, кроме шести групп сельхозпродукции, остальные не квартируются и не имеют пошлин. Мы с прошлого года переподтвердили наш парламент, и Российская Дума, и другие парламенты стран СНГ ратифицировали участие в Молдове в экономическом блоке соглашений СНГ. Прежде всего, договор о свободной торговле. Мы тоже без пошлин, без квот. Правда, с досадными проблемами и изъятиями из режима свободной торговли, которые имеют место быть. Но все-таки торгуем достаточно свободно, пусть даже с какими-то проблемами, которые мы же сами и порождаем, со странами СНГ. Сегодня мы можем и на восток, и на запад направлять свою продукцию достаточно свободно. И услуги в том числе. Вот если в таком режиме существовать страна, несомненно, окрепнет. Потому что в таком случае... Приумные власти. Да, приумные власти. Которые прислушиваются к своему народу. Почему нас превращают, во-первых, общество потребления абсолютно... То есть, всех товаров, которые производятся не в Молдове. Сейчас, в общем-то, на том же даже обычном рынке с яблоком, с виноградом, произведенным в Молдове, выращенным в Молдове, конкурируют. И даже успешно совершенно... То есть, продукты привезенные из далеких стран. Если это лояльная конкуренция, почему бы и нет? Нет. Нормально. То есть, на рынке должны быть представлены различные виды продукции. Потребитель выбирает. Потребитель голосует. Своими ногами, руками, головой. Насколько лояльно у нас конкуренция? Своим лечиком. Он голосует. Другой вопрос, что когда это не лояльная конкуренция, вот это проблема. То есть, если местный сельхозпроизводитель не в состоянии предложить свою продукцию, потому что его не допускают на рынке соответствующие, вот в чем проблема. Это проблема не только отсутствия оптового рынка, который должен, по уверению Министерства сельскохозяйства о перерабатывающей промышленности в скором времени появиться. То есть, не только проблема инфраструктуры. Это проблема, о которой мы говорили до рекламы. Это проблема сегодня засилия нелегального бизнеса при попустительстве власти. А иногда при ее содействии. Вы наверняка сталкивались с таким понятием «нелояльная конкуренция». Вот в чем она выражается? В неравных условиях, которые выстраивают власти? Или, может быть, здесь есть еще и какой-то внутренний аспект? Значит, здесь есть, конечно, и внешние, и внутренние аспекты. Внешние, мы уже говорили, в чем он состоит. Неэффективность власти, нежелание ее идти на диалог с легальным бизнесом. А может, и частью неумения, отчасти неумения. Это неумение создать экономику стимулов вместо экономики кнута и на гайки. Это внутренний аспект. Это то, что сам бизнес в 90-е, потом в начало 2000-х годов, первое десятилетие, он, пытаясь противостоять вот этому прессингу со стороны власти, уходил в теневой бизнес. Это неправильно, это неправильно уходить в теневой бизнес. Надо отстаивать, быть легальным и отстаивать свои интересы легальным. Но, к сожалению, это произошло, это данность. Можно только сожалеть, что так-то и так-то. Надо принимать это как данность. И какая позиция власти? Ну, давайте будем еще обирать в большей степени легальных, легальный бизнес, чтобы большее количество легальных стало нелегальным. В этом позиции власти? Где же здесь конструктивность? Но были годы, когда не так давно, когда происходила амнистия теневых капиталов, и даже была нулевая ставка на реинвестируемый капитал. Сегодня как с этим стоит дело? Знаете, тот мурак, который в итоге у нас был до и после 111-го закона, на фоне этого, конечно, 111-й закон какой-то там маленький лучик света, тоненький. То есть, как пример, как можно было. Но хочу сказать, что в итоге и 111-й закон не получился таким, каким мы его видели когда-то. Каким он должен был бы стать. И, к сожалению, он не достиг своей цели именно потому, что его обкорнали со всех сторон. Понимаете? То есть, так называемая легализация капитала превратилась в итоге в профанацию. Почему? Потому что была торпедирована властью, торпедирована чиновничеством. И даже давайте уберем здесь политический аспект. Неважно, какая политическая партия была до этого, во время этого или после этого. Меня, например, лично это совершенно не волнует. Другой вопрос, что именно государственная бюрократия, слово государственное даже не хочу произносить, бюрократия, которая, чувствуя свою вседозволенность, просто пыталась удержать и до сих пор старается удержать любыми способами власть в своих руках. И не дать бизнес-классу консолидироваться. Не дать ему взять хотя бы экономическую, уже не говоря о политической власти, в свои руки. Ну, это противостояние бюрократов и технократов в данном случае, наверное? Ну, это как бы очень общее описание проблемы. Я хочу сказать о другом, потому что это противостояние, скажем так, гражданского общества и той власти, которая рядилась в разные политические одежды, от националистических до коммунистических. А, по сути, осталась одна, той же совковой власть, какой она была до начала независимости Молдовы. Все эти разделить. Власть, которая отчуждает функцию управления от народа и является неправильной властью. Давайте так ее определим. Правильная власть, которая управляет вместе с народом и ради народа. Не которая идет по ловушке декабристов. То есть мы будем, даже вот хорошая власть придет, скажет, вот мы все, мы готовы работать эффективно, мы профессионалы, будем делать ради гражданского общества все, что необходимо. Слушаем внимательно, конструктивно отсеиваем, концентрируем, спорим, отстаиваем свое, гражданское общество встаем, вырабатываем конструктивную общую позицию и эту позицию общую дальше вместе продвигаем. Но их бизнес будет иметь тоже обязанности, раз он участвовал и не мнимо, а реально в выработке общей позиции должен будет соблюдать и отстаивать эту общую позицию. Вот придет такая власть. Но если она опять будет болеть болезнью декабристов, то есть для народа, но без народа, то она попадет в эту ловушку декабристов. Это социологически известный феномен. Не вы думал, почитайте учебники по социологии, вы там прочтете, что это известный феномен. Когда даже самая хорошая, самая правильная, самая благодушная, правильно настроенная власть во имя того, кем она управляет, делает что-то без тех, кем она управляет, получается то, что получается. Может быть здесь такое как раз обратный феномен. Что у нас получилось? Да, когда мы делаем правильно, вы просто это еще не поняли, придет время, и народ осознает правильность всех шагов, предпринимаемых властью, в данном случае нынешней власти. Может здесь как раз именно этот момент, и мы не доросли до понимания действий. Знаете, я, наверное, как говорится, уже такой заматерелый идеалист, хотя стремлюсь быть реалистичным идеалистом или идеалистичным реалистом. Или искренним быть, получается. Я все-таки верю в будущее Молдовы и считаю, что мы когда-то, если такими методами, такими темпами когда-нибудь придем все-таки к цивилизованным формам правления, взаимоотношения власти и общества, в том числе и власти и бизнеса, но если так будет продолжаться как сейчас, как последние 20 лет, не только как последние три года, как последние 20 лет, то мы очень не скоро придем к этой ситуации, к сожалению. Если все-таки лучшее, что есть в нашем народе, проснется, консолидируется, в том числе лучшее, что есть в бизнесе, консолидируется, и все-таки твердо, уважительно, без опломба, без надрыва, но покажет власти ее место и скажет, подождите, кто сегодня питает бюджет, что питают сегодня внешние доноры, то она 10%, а 90% кто платит. Почему мы слушаем Международный валютный фонд, Мировой банк, и вообще очень много разных всяких там, так сказать, советчиков с разных сторон из-за рубежа. Почему мы не слушаем то, что предлагает, требует, конструктивно требует наши бизнесмены, бизнес-класс и вообще не только бизнесмены, но и все гражданское общество. Почему те, кто 90% бюджета формирует, остаются без права голоса, а те, кто 10%, почему-то к ним прислушиваются. Это неправильно, то есть это на самом деле перевернутая пирамида, а что с ней происходит? Она в итоге заваливается. То, что происходит с нашей экономикой, она постоянно заваливается, то на один бок, то на другой бок, потому что нет этого устойчивого основания. Устойчивым основанием является экономика стимулов, чтобы было выгодно развиваться, выгодно работать легально. Власть должна для этого создать условия. Вот тот бизнес-форум, конгресс, который будет проводить Национальная конфедерация патронатов в Республике Молдовы, а клуб «Тимпл» будет активно участвовать, уже активно участвует в подготовке. Вот он должен ответить не только на вопросы, что надо сделать, чтобы выйти из кризиса нашей экономики, но и как надо сделать. Мы первый раз за всю историю Молдовы, считайте это анонсом в вашей программе, предложим меморандум взаимоотношений с властью. Такую памятку. Вот что должна соблюдать власть и что должен соблюдать бизнес, для того, чтобы общество развивалось. Это первый шаг к дорожной карте, наверное, будет. Назовите это так. Пусть будет первый шаг к дорожной карте. Может быть, это первый шаг к харте экономических свобод, к аккорду соглашения, которое должно быть между правительством и бизнесом. Что правительство такие-то обязательства берет по отношению к бизнесу, В частности, гражданское общество в целом. А бизнес берет перед собой такие-то обязательства. Но не так, что бизнес имеет только обязательства и не имеет никаких прав. А можно ли это назвать таким моментом, когда бизнесмен снимает очки романтика и надевает на руки боксерские перчатки, то есть уже вырабатывает какие-то бойцовские качества в диалоге с властью придержащими? Знаете, мы как-то в клубе Тимпа разделили функции. Я как-то больше в очках. Мой коллега и друг Михаил Кочек, он боксом сейчас занимается. Наверное, готовится к такой ситуации, о которой вы сказали. Это шутка. Но на самом деле, конечно, не хотелось бы быть спарринговым партнером, с правительством идти и боксовать на ринге. Хотя тоже как вариант развития событий не исключается. Но все-таки хотелось бы конструктивно. В интересах все общества. Потому что если страна будет развиваться, первый, кто выиграет, это бизнес. Мы выиграем. Потому что будет больше экономический пирог, он будет нарастать в геометрической прогрессии. Я когда-то говорил, вот и нынешний министр экономики, он смеялся надо мной, как над романтиком. Но я далеко не романтик, я практик, я 23 года в бизнесе. Я вам хочу сказать, если правительство все-таки найдет в себе силы прислушаться к нам, мы перейдем к двузначной цифре роста ВВП. То, что у нас в этом году 5,5%, еще неизвестно, сколько они не дутые. И опять же, даже если они реальны, то от какой низкой базы прошлого года они состоялись, и мы уже гордо грудь колесом держим. А если у нас будет 15%, это для Молдовы реально. Китай при его масштабах и темпах надо оценивать, а не только темпы сами по себе. У нас маленькие масштабы, но мы могли бы развиваться очень быстро. Понимаете, мы бы действительно могли. Если мы настолько не привлекательны для инвестиций, и все-таки произошел рост прямых иностранных инвестиций в этом году, это положительно, что произошло. Но мы могли бы еще в большей степени быть аттрактивными и притягательными для иностранных инвестиций, для внутренних инвестиций. В целом, для внешних и внутренних инвестиций. Если бы мы на самом деле смогли сформулировать привлекательную экономическую политику. И вообще, я хочу сказать, что нам уже хватит политиков. Потому что все наши политики больше политиканы. Нам нужны государственные мужи, которые мыслят в интересах страны, а не своего кармана или своей партии. Нам нужны такие люди. Возможно, что они появятся из среды бизнеса. Не надо, чтобы были выскочки. Кто-то один пошел и все. Вот давайте пойдем степ-бай-степ. Пас-ку-пас. Вот сначала предложим правительству меморандум. Давайте выработаем принципы, по которым мы будем работать. Поддержим. Вот пусть если власть конструктивно настроена, она не обращает, может быть, на какую-то экспрессию в моих словах. Экспрессия от того, что настрадались люди. Да, в бизнесе, в легальном бизнесе. И спокойно сказать уже тяжело. То, что, может быть, и нужно было бы сказать спокойно. Но власть-то на то и власть. Чтобы она где-то посмотрела, убрала чисто внешнее наносное. Посмотрела по сути. По сути, мы правильные вещи предлагаем. Давай, возьмите суть, что мы предлагаем. Давайте дискутировать. Давайте выработаем общий контент. Общее содержание. Структурируем его. И пойдем по этим задачам. В порядке приоритетов. Понятно. Полностью приветствую. Не так давно, в сентябре, артисты, люди мира искусства, наладили диалог с правительством на футбольном поле. Вызвали их на такой совместный матч, на котором-то, в общем-то, и выиграли. Ну, уже когда я разговаривал с представителями правительства, после матча некоторые говорили, что кое-кто из этих артистов из нотного стана, наверное, и трех нот не называли бы, но тем не менее, диалог состоялся. И, возможно, артисты сумели в этом футбольном матче не просто выиграть эту игру, но, может быть, и чего-то еще. Не провести ли бы вам такой боксерский, ну, не знаю, матч на ринг вызвать? Во-первых, собрали бы наверняка много зрителей, и было бы интересно увидеть, кто чего стоит и в таком мужском поединке. Это был бы такой психологический, так сказать, определенный тренинг, да? То есть мы бы негатив вылили на ринге, а потом спокойно сели бы за стол переговоров. Да, точно так же, да. Да, есть такой метод в психологии, когда для разрядки обстановки сначала применяют такие методы взаимодействия, для того, чтобы потом перейти к конструктиву. На самом деле, если брать какую-то вот такую легкость из нашего разговора, которая, конечно, нужна для канала, чтобы передача была смотрибельной, мы все-таки вернутся, может быть, и к тяжеловесному, но серьезному разговору. Вот, конечно, мы абсолютно, как бы, априори не нацелены на бокс с правительством. Вот, мы нацелены на конструктивный диалог, мы в нем заинтересованы. Нам важно не показать, что вот мы такие там бравые парни, а важен результат. Результатом должна быть взвешенная политика правительства по отношению к экономике страны, в том числе и к бизнесу. Ну, раз не кажется, что стучаться до небес сегодня, не кажется ли вам? Ну, все в руках Господа, хотя и мы должны содействовать ему в его промыслах. Ясно, то есть, быть услышанным. Вы говорили, ну, вы упомянули о том, что у вас грядет 20-летний юбилей. Да, мы об этом упоминали в прошлый раз. Да, и в прошлый раз, и сейчас. И все же 20 лет существования, ну, практически компания-ровесник независимости сегодняшней Молдовы. Немножко, может быть, моложе, да? Ну, все равно, там, до этих 2 года или 1,5 года разницы, они особо роли не играют. Это как раз тот момент такой пограничный. И тем не менее, вот вы сегодня, не каждая современная компания, может, рожденная в первые годы независимости, похвастать тем, что она дожила до сегодняшних, довольно, ну, тоже непростых времен. В чем все-таки вот секрет успеха? И есть ли возможно? Вы знаете, я в прошлый раз отвечал на этот вопрос. Я не буду оригинальным, просто повторюсь. Потому что я тогда ответил правду и сейчас скажу ее. Вот. На истину может претендовать только Господь Бог. А я скажу правду так, как я ее осознаю, вижу и что является для меня путеводной звездой. Вот. Это труд. Трудиться надо. Работать. Вот. Не всегда все получается. Мы тоже делаем ошибки. Мы тоже люди. Где-то, может быть, неправильно реагируем на обстоятельства, на других людей. Но то, что мы пытались и до сих пор стараемся всеми силами, гребем изо всех сил для того, чтобы легально работать, выгрести на правильном направлении, развивать не только торговый бизнес, хотя это нужный бизнес, потому что не продавая невозможно производить. Нечего будет производить, если не будет продано. Вот. И торговый бизнес. Но у нас есть интересы к производственному бизнесу. Мы со вкусом его делаем. Это очень интересно. Особенно, когда менеджмент предприятий подается воздействию со стороны совета предприятий, исполнительных органов, тогда бизнес становится интересным. Тогда, когда руководство предприятия, исполнительные органы начинают следовать стратегии, которые вырабатывают советы, с тем, так сказать, подвижком, которые идут от совета, вот, конечно, тогда бизнес начинают набирать, набирать и бороться становится интересным. Приходят очень интересные новые партнеры, новые заказы. Когда партнеры начинают потихоньку воспитывать менеджеров предприятия, помогают хозяину бизнеса, помогают органу стратегического планирования, к которому им является совет. И предприятия начинают набирать обороты, начинают выходить за пределы Молдовы. Меняется мышление, менталитет людей на глазах. Глаза меняются даже сами. То есть просветление наступает на лице, в глазах. Как правило, происходит с теми, кто ощутил себя победителем. И что интересно, и материально они заставляются долго ждать. Эти люди начинают потихонечку, потихонечку, и сами хорошо зарабатывать, менеджеры предприятия, причем не воровать, а зарабатывать. Их работники начинают хорошо зарабатывать. И люди меняются на глазах. Просветление на лицах. Они заинтересованы. Вот такие позитивы, которые мы получаем на своих предприятиях, они должны во всей стране стать явлением. Ну вот я разговариваю с совершенно разными людьми, не только в бизнесе. Это коллеги по редакциям. Разговариваю с чиновником. Часто слышу очень, ну, так сказать, кочующую фразу. Кадровый голод. Что он существует практически во всех областях сегодняшней человеческой жизни в Молдове. Ощущаете ли вы его? Да, вы знаете, мы попали в этот ментальный клинч. С одной стороны, наше общество торгло не самых худших работников. У нас не только брейн-дрейн получился, то есть утечка мозгов. Но и брейн-хэнс, то есть и золотых рук тоже. И золотых мозгов, и золотых рук. И уже остались те, кто остались. Не хочу сказать, что самые худшие. Но хороших специалистов, квалифицированных, стало действительно мало. Я это знаю, потому что часть моих предприятий, предприятий членов клуба Тимпул, находятся в провинции, не только в Кишиневе. То есть в территориях. И очень тяжело в Кишиневе качественный персонал подыскать. А в провинциях, территориях еще сложнее. Еще сложнее. И у нас есть просто, например, закрытое предприятие в Фолештах. Молдавский трубнозавод «Протос» – моя головная боль. Я в прошлый раз говорил, это и головная, и сердечная, и зубная, какая хотите боль. И оно в предприятии стоит ни по какой-то другой причине. То есть деньги есть. Да и у нас банки, мы имеем хороший кредитный рейтинг, готовы кредитовать. Даже на фоне общих проблем с кредитованием мы имеем возможность получать ресурсы. Спасибо, кстати, тем банкам, которые нас обслуживают. Не буду сегодня делать им рекламу. У нас есть перспектива, причем неодоленная, а ближайшая – получать финансирование. Мы уже получали и готовы еще получать из внешних источников. Например, тот же Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития. То есть вопрос финансирования бизнеса для нас так остро не стоит. Он есть, но он больше как задача, чем как проблема. Дальше. Сырье. У нас специфический бизнес, у нас кто новый возьмется, проблемы с сырьем 100% будут. Но мы-то 23 года в этом бизнесе. Компания «Рвент» 20 лет, а я-то 23 года этим занимаюсь. У нас нет проблемы с сырьем. Продажа готовой продукции у всех сейчас проблемы. Или у большинства подавляющего. У нас тоже не так просто это осуществляется. Но в принципе мы можем продвигать продукцию. И это больше не проблема, а задача. Но проблема не просто задача, а проблема большая. Некому работать. Причем не только рабочие. И не столько рабочие. Нет нормальных ИТР. Люди разучились работать. Нет понятия об ответственности. Не хотят нести ответственность. Но что это такое, когда рабочий работает, в тот же день бросает инструмент и уезжает в Россию? Как можно построить какой-либо цивилизованный бизнес, если люди так относятся к делу? Я их не виню. Это их беда. Но это надо совместно преодолевать. И опять же, здесь роль власти ведущая. То есть вернемся опять к диалогу. Конечно. Опять же мы предлагаем, давайте перестроим систему профтехобразования. Нынешний министр, при всем уважении, пригласил на встречу полтора года назад в одно из профтехучилищ на Баюканах. Уже не помню номер профтехучилища. Мы пообщались, побеседовали. Я выступил на бис, сорвал аплодисменты. Вроде увидел в глазах понимание, что я правильные вещи говорю. И на этом все. Ну, как говорят, знаете, рыба где глубже. Мы сейчас бизнесмены сами пытаемся решить вопросы профессионально-технического подготовки своих специалистов. Одно из моих предприятий в Кишиневе, машиностроительного профиля, работая с техническим университетом плотно, с тремя профтехучилищами, даже с четырьмя профтехучилищами, школа профессионала по-новому. Значит, в итоге приходит, допустим, 30 человек постоянно, молодежи на предприятии, остается три. Остальные выезжают. И клинч в том менталитете, потому что с этого начинается. Мы не можем платить достаточную оплату труда. Скажут, ну вот вы платите там 500 евро, они будут работать. Я говорю, хорошо, подождите, я заплачу 500 евро один месяц, второй месяц, третий, может быть, даже полгода. А дальше я вылечу в трубу, которую я должен был производить на процессе. В прямом переносном смысле я вылетел бы в трубу. Поэтому я вынужден был остановить завод. Потому что когда производительность на 100 евро, я не могу долго платить 500. Потому что я разорюсь. Кому это надо? Тем работникам, чтобы я разорился? Или кому это нужно? Может быть, моим конкурентам, но никак не моим работникам. Получается замкнутый круг. Как его разомкнуть? Роль власти. Бизнес, конечно, не в стороне. Он должен активную роль играть тоже. Не так, что потребительское отношение, против которого я категорически, что власть нам сделает, а мы там типа воспользуемся. Нет, давайте вместе. Но все-таки роль власти ведущая. Они начинают. А мы поддерживаем. Можем начинать вместе. Но не так, что мы пытаемся что-то разумное, качественное, правильное предлагать для страны. А нас игнорируют. Каждый раз. География ваших бизнес-связей достаточно велика. Тут не один десяток стран. Куда вы, наверное, вывозите, экспортируете. Или наоборот, привозите откуда-то продукцию. Но наверняка есть какие-то подводные камни во взаимоотношениях с теми или иными партнерами. Вот если можно, ну давайте маленький мастер-класс для ваших коллег в бизнесе. На что следует обратить внимание, когда строишь отношения с бизнесом, ну и западных, например, стран, уже которые, ну не в одном поколении. Там, наверное, это все прописаны правила игры. Самое сложное – преодолеть стереотип обезьяны, спустившись из пальмы. Когда приезжает партнер из, как у нас принято говорить, западной страны, но, в принципе, из восточной тоже, потому что сегодня можно учиться у партнеров со всего мира, и с севера, и с юга, и с запада, и с востока. Вот. Значит, и начинаем нам говорить прописанные вещи, мы думаем, подожди, он думает, что мы с пальмы слезли, и мы тем самым сами себя, так сказать, ограничиваем, ставим определенные рамки. На самом деле, в общем-то, может быть, нового нам ничего не предлагают и говорят, но все нам известно и расставляют в другом порядке. По-другому элементы структурированы. И эта иная структурированность приводит к успешному результату. Нам для того, чтобы учиться, нужно перестать думать, что нас все учат. Нам нужно просто открыть сознание, открыть сердце, открыть ум для того, чтобы учиться. Мы страна молодая, и нам надо учиться. Не будем учиться, если мы будем думать, что мы все знаем, и нас уже никто ничему не научит, то будем там, где мы есть, а может быть, еще в более худшей ситуации. Для того, чтобы преодолеть эту ситуацию и развиваться, нам нужно учиться. Нет академика в бизнесе Так же как академика в военном искусстве Как только полководец думает Что он знает все о противнике И о войне Это путь к поражению Как только он понимает Что он о противнике знает достаточно Но не все И может быть даже недостаточно Надо знать больше Как только он понимает Что он военное искусство Начал только понимать и осознавать И знает какую-то небольшую долю понимает небольшую долю, умеет не так много, тогда это настоящий военный полководец. Так и в бизнесе. Абсолютно то же самое. Если предприниматель, бизнесмен думает, что он уже постиг всего, и уже все знает, такой всезнайка, значит он плохой бизнесмен. Как только он понимает, что он еще много чего не знает, и мало чего знает, и понимает, и умеет, это хороший бизнесмен. Бизнесмен, который в состоянии учиться и вести за собой других людей, менеджмент предприятия, рабочих предприятий, вот это хороший предприниматель, у которого есть будущее. Даже сегодня у него что-то не получается. Но нет людей, у которых получается все сразу. Понимаете? Наверное, в этом тоже есть секрет успеха. Безусловно. Ну, еще такой вопрос. Тема модная, пока на слуху. Месяц остался до парафирования целого ряда документов на саммите стран Восточного партнерства и Евросоюза, который произойдет в Вильнюсе в конце этого месяца. Но несет ли угрозу для нашего отечественного бизнеса отступление страны в зону всеобъемлющей свободной торговли с странами Евросоюза? Как правило, там уже игроки, умеющие играть по своим правилам, знающие этот рынок. А молдавский бизнес, даже при всей своей какой-то определенной опытности... Я, по сути, уже ответил на этот вопрос. Но могу еще несколько иначе эту мысль развернуть. Знаете, нас всегда куда-то тащат и зовут. На восток или на запад. Я бы должен быть сейчас адептом таможенного союза, ЕвроАЗС. Потому что клуб «Тимпл» – один из соучредителей общественной ассоциации и деловой центр экономического развития СНГ Молдова. Соучредителем со стороны СНГ является некоммерческое партнерство, деловой центр экономического развития СНГ, в свою очередь учредителем которого является исполком СНГ. Я бы должен сейчас был пропагандировать. Давайте таможенный союз, давайте ЕвроАЗС, давайте СНГ. Но я не буду этого делать. Мой выбор очевиден. То есть, если я способствовал тому, чтобы такая структура была представлена в Молдове, значит, я вижу, что для нас там тоже есть место. Одновременно я ни в коем случае не хочу похеривать смысл, значение и важность евроинтеграционных устремлений Молдовы. Другой вопрос хочу еще раз повторить. До всего нужно созреть. Нужно дойти. Нельзя незрелым приходить в зрелое сообщество. Быть пасынками где-либо, на востоке или на западе, это неправильно. Молдова должна еще хотя бы лет 15-20 набирать вес. Мы его не набрали. Более того, мы потеряли очень многое в весе. Нам нужно набрать то, что было, и значительно больше, чем было. И не только вес в килограммах, тоннах и так далее, в физической категории. У нас должен быть, прежде всего, у нас должна быть уверенность в собственных силах. У нас должен быть духовный вес. Как боец на ринге, если мы уже сегодня терминологию-то использовали, побеждает ведь не только гора мышц. Побеждает тот, у кого здесь и здесь победа прописана. Вот здесь такая легкая эстафета, ну, мною усмотрелась. Переход к слову мораль. А вот мораль и бизнес. Насколько совместимы эти два понятия? Вот чем они менее совместимы, тем проблемнее ситуация в стране. Вот именно потому, что у нас, к сожалению, огромная пропасть пролегла между моралью и бизнесом. И то, что, скажем, та часть гражданского общества, которая очень скептически смотрит на бизнес, ну, это какие-то там мутанты, да, от предыдущей жизни какие-то там отпочковались. И сейчас занимается только тем, что набивает карманы. А власть еще им, так сказать, подзуживает. Да-да, это вот они, они не платят налоги. Вот они такие плохие, давайте ату их. Вот когда гражданское общество поймет, что бизнесмены – это не воры. Это кровяные тельца экономики. То есть на них держится все. Кислород через них в экономике передвигается. А вот когда общество будет уважать предпринимателей, понимать, насколько это непростой труд. Что это труд, это не просто ростовщичество, спекуляция. Это труд. Это каждодневный серьезный труд. По-всякому. В бизнесе бывает по-всякому. А что, в сфере науки нету верхоглядов, которые там составили себе научную карьеру, ничего не открыв в своей жизни. Или в других сферах таких нету. Так везде такие есть. Может быть, в бизнесе в силу определенных причин таких больше, чем в других сферах деятельности. Но без бизнеса не будет экономического базиса в стране для всего остального. Ни для науки, ни для культуры, ни для сферы просвещения, ни для социальных программ. Не будет экономической основы. Поэтому общество по определению объективно должно развернуться лицом к бизнесу. Помочь бизнесу выздороветь окончательно. Помочь бизнесу, чтобы в бизнесе появилось понятие морали. Этические стандарты ведения бизнеса появились. Вот тогда, когда это будет, поверьте мне, мы как страна преобразимся. Мы будем не где-то там на задворках Европы, а Европа переместиться сюда. В заключение, у меня есть к вам еще один вопрос. Чтобы закольцовать уже нашу с вами беседу, которую мы начали с диалога, то есть отсутствия или присутствия диалога между бизнесом и властью. Не показалось ли вам, во всяком случае мне так кажется, что вот этот диалог, он до конца не состоялся. Почему? Потому что это все-таки диалог сегодня не партнеров, а конкурентов. Конкурентов, я объясню свою мысль, конкурентов двух бизнес-сообществ. Одно бизнес-сообщество строит свой бизнес на решении экономических вопросов, а другое бизнес-сообщество строит свой бизнес на решении политических вопросов. И когда вот два бизнес-сообщества, наверное, существуют и с трудом находятся общие связи. Вот насколько мое умозаключение близко к истине с вашей точки зрения? Ну связи как норы в земле, они пронизывают весь бизнес. То есть нельзя сказать, что одни вот такие там made self-man, сами себя сделали и растут вот так вот на экономической здоровой основе. А вторые там олигархи, которые как-то сделали свои первоначальные капиталы, не всегда праведными путями пробились в политику, закрепились, сейчас качаются со всей стороны. Оба утверждения будут одновременно правильными и неправильными. Все на самом деле очень взаимопереплетено в нашей маленькой стране. И взаимосвязано. Почему так сложно и поменять ситуацию? Трое ни одного, и все там пошло дальше. Принцип именно может сработать. По цепочке. Вопрос не в том, чтобы кого-то трогать. От этого менталитета уже сталинского надо отойти. Надо решать вопросы на системном уровне. Если мы создадим условия и экономику стимулов, то экономика, как ее назовем, независимая, независимая от олигархов, независимая от политиков, здоровая экономика, она перерастет, эти все явления. Все, что мы сегодня видим, не надо так сильно и болезненно это все переживать. Понятно, что для всех это болезненно, особенно для социально незащищенных слоев населения. Но мы должны понимать, может быть, взгляд историка мне помогает, мы должны понимать, что это пена на гребне волны. Она сойдет, останется волна. Главное, чтобы это была не волна грязи, а чистая волна, то, что есть чистое и хорошее в нашем народе. Посмотрите, сколько в нашей стране церквей, монастырей, как наш народ, как мы говорим, простой народ, это такая условность такая большая, ну, народ, просто скажем. Насколько он верующий, и не хочу противопоставлять с другими народами, но, тем не менее, хочу выделить его. Понимаете? Вот есть эта чистота все-таки в гражданском обществе, в народе в целом. И это лучшее нужно сконцентрировать. Его нужно в том числе и на благо экономики направить. Вот если власть умеет это сделать, значит, это настоящая власть, а не бутафорная. К сожалению, время программы истекает. Спасибо. Хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор. Надеюсь, что наши телезрители увидели лучшее в бизнесе сегодня, следя за нашей с вами. Спасибо и вам тоже, и вам также за ваше внимание. Вы смотрели программу «Вечерний разговор» гость программы – Игорь Крапивко, председатель клуба деловых людей «Тимпул» и предприниматель, глава группы компании «Арвента». Спасибо вам за сегодняшний разговор. Взаимно. А нашим зрителям я обещаю еще много интересных встреч. Следите за нашими эфирами, будет интересно. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»